Увидеть школьника в военной форме в бывшей Благовещенской школе номер 6 теперь уже обычное явление. Почему? Об этом расскажут в ближайшие 10 минут моя сегодняшняя гостья. Директор лицея номер 6 Елена Евглевская. В эфире свой диалог. Меня зовут Елена Красновская. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена Игоревна. Добрый день. Во многих школах есть то, чем они гордятся. А чем ваш лицей отличается от других учреждений? Наверное, у каждой школы есть свое лицо. У нас это кадеты. С 2009 года мы набираем в нашей лице кадетские классы. Хорошо. А почему именно кадетские классы? Почему, например, не Институт благородных девиц? Вот у нас был опыт в 26-й школе, когда набирали классы, где обучались только девочки. Почему к кадетам вас подтянуло? Ну, эта идея тоже у меня возникала. Институт благородных девиц. Но нам нужно было чем-то отличаться. Нужно было заработать имидж в школе. И сделать школу иной. И поэтому мы решили, так как в городе в 2009 году не было еще кадетских классов, то мы решили организовать кадетские классы, чтобы в нашу школу пошли дети. А мне еще кажется, что очень символично, потому что у вас школа с очень богатой исторической биографией. Даже она основана была в честь столетия Отечественной войны 1812 года. Да, конечно. То есть вам как бы сверху было предначертано, связано с военной тематикой, с патриотическим воспитанием, что-то этакое придумать. По каким профилям вы набираете кадетские классы? В связи с этим, с какими вузами, организациями вы в дальнейшем сотрудничаете? Ну, с первого класса. Мы в этом году набираем ребятишек. У нас оборонно-спортивный профиль. Но мы работаем, а уже в 10-11 классе ребята определяются. Либо МЧС пойдут они в вузы поступать, либо в ДВОКУ пойдут. То есть класс МЧС, класс ДВОКУ. У нас есть класс МЧС, класс ДВОКУ. Еще? В ФСБ России, в Хабаровске нам заключен договор. Казаки. Класс казаков тоже есть. Класс казаков. Хорошо. Вы начинали с одного единственного кадетского класса, морской, да, по-моему, был тогда класс? Да. А на сегодняшний день у вас их? На сегодняшний день у нас 31 класс. 31 уже кадетский класс. И мне кажется, вот их популярность связана еще с одной особенностью. Раньше вы делали их на базе только старших классов, да, 10-11-х. А сейчас у вас появилось новшество. То есть вы уже сказали, с этого года, с первого класса вы даже набираете? Да, в этом году мы набрали два первых класса полных. И у вас по параллелям какие есть еще? По параллелям у нас во втором классе есть кадетский класс. В пятых классах у нас есть и казачки, и ребята, которые пойдут в МЧС, и которые пойдут в ВОКУ. Шестые, седьмые, в каждой параллели есть по два, по три класса. В каждой параллели есть. Жесткий ли отбор и что необходимо, чтобы поступить в ваш кадетский класс? Да, конечно. Мы на сегодняшний день смотрим на успеваемость. Ребята приходят с предварительной, с характеристикой из того места, где они обучались. Затем успеваемость свою, это личное дело мы отсвечиваем. Ну и портфолио. Это достижения ребят, которые уже на сегодняшний день... Ну и насколько я знаю, там немаловажную роль играет справка медицинская. Да, конечно, о здоровье. Ну, во все вузы, военные вузы страны, первое – это здоровье. Поэтому, если ребенок не пройдет по здоровью, естественно, карьера его... Это связано с чем? Что у вас хоть и обычная общеобразовательная школа, но поскольку классы профильной подготовки, да, у них получается нагрузка немножечко выше. Поскольку завышенная нагрузка, и поэтому в справке должно быть написано, что ребенку разрешены усиленные физические нагрузки. А много ли у вас девочек? Или это все-таки мужские классы преимущественно? Нет, на сегодняшний день девочки идут, и очень много. Ну, наверное, не только это мужская профессия сегодня, это и женская. Как хорошо, хоть дискриминация. Нет, ладно. Девочки идут с удовольствием. Ну, наверное, там военная журналистика, да, где-то там связь. Да, это в МЧС очень много девочек берут, и психологи, и судебная экспертиза. И на сегодняшний день, вроде как у нас, мы набрали класс девочек, ну, мы отобрали 10 человек, которые будут заниматься в двуку. О, уже так даже специально. Хорошо. А чем обучение в ваших кадетских классах отличается от обучения в обычных классах? То есть программа вся та же самая, в общем, образовательная есть. Но какие отличия? Они занимаются еще в ресурсном центре, где они получают подготовку, посещают рукопашный бой, где они получают военную подготовку, ну, и это двуку, где ребята занимаются, и на их базе получают подготовку строевую, огневая подготовка, и на базе МЧС. То есть получается один день в неделю, да, вы выделяете? Обязательно. На профильную подготовку. Ну, еще, Елена Игоревна, нужно отметить, что чем отличаются дети у вас ходят не просто так. Они ходят на занятия в форме. Они в форме. И дорожат этой формой. Причем форма не просто так какая-то, да, то есть это, насколько я знаю, она прям точно отражает форму настоящих спасателей, да, настоящих военных. То есть она учьется по образу прям. То есть это дисциплинирует? Это не только дисциплинирует, но это и заставляет отношение к форме другое. Уважительное отношение. Уважительное отношение и к форме, дорожить формой, выполнять заветы кадет. Это самое главное. А еще я знаю, что у вас занятия начинаются с пробежки, со здоровительной. Это так или нет? Ну, у нас зарядочка. Зарядочка обязательно, да? До начала учебных занятий у нас зарядка проходит. Хорошо. А можете ли вы отчислить из кадетского класса и за что? За проступки. Отчисляются ребята. Все-таки не бывают такие случаи. Решения принимают тоже ребята. Совет кадетов. То есть не все принимаем мы. Мы можем посоветоваться, но все-таки решения принимают ребята. Ну, частые такие случаи? Ну, за 7 лет работы с кадетскими классами 2 человека мы отчислили. Ой, это совсем ничего. Хорошо. Ребята дорожат. Дорожат. И я так понимаю, что сейчас уже кадетские классы – это своеобразная элита в вашей школе. И там, наверное, борются за место, хотят туда поступить. Да, конечно. Тем более такой жесткий отбор и много очень желающих. То есть не только по району приходят ребята, да? Приходят со всех школ города. Со всех школ города. Хорошо. Кроме специальных каких-то образовательных программ – пожарной, строевой подготовки, стрелковой – какое еще дополнительное образование получают ваши дети? Как они развиваются творчески, физически, может быть? Ну, это хореография. Обязательно, да? Это умение рисовать. Это умение работать руками, бумага, пластика. То есть всесторонне вы пытаетесь. Конечно, ребята должны уметь все. То есть дети не зашорены на военных дисциплинах какие-то. То есть вы стараетесь сделать из них органично, развитость, всесторонне развитых. Ну, культурно-массовые мероприятия – все на них. Все на них. А оформление тоже они должны сделать. Ну, то есть с этим все в порядке, можно не переживать. Ваши кадеты являются очень активными участниками не только муниципальных, региональных, но еще и даже всероссийских многих конкурсов. И я знаю, что далеко не безуспешно. Наиболее значимыми победами хвастаетесь? Рассказывайте. Да, это две победы у нас. В прошлом, в этом году, недавние победы. В Москве на всероссийском конкурсе «Кадеты Отечества». И мы были в этом году на 12-м слете кадетских корпусов. И мы тоже заняли первое место мальчики и второе место девочки. Девочки у нас первый раз. Поехали. То есть это был дебют для них и сразу со вторым местом вернулись. Да, конечно. Основательная подготовка Дальневосточного военного училища ДВУКО. Очень нам помогли офицеры. И Главное управление МЧС России. Огромное спасибо им. Ну, я думаю, что сотрудникам ДВУКО вы тоже своего рода помогаете, потому что вы куете такие кадры хорошие. Наверняка, когда ваши ребята поступают, они там рады их видеть в своих рядах. Правильно? Наверняка у вас уже сложились какие-то кадетские традиции. Да, это у нас 1 сентября мы вручаем золотой погон. Передают выпускники. Передают малышам. Ну, это и кадетские балы. Ах, прям настоящие балы? Которые проходят 2 раза в год, да. Настоящие балы. Мы к ним очень серьезно готовимся. Вон, где занятия хореографии пригождаются, да? Да, конечно. Ребята, ну, во-первых, это выправка. Хореография – это выправка. А выправка всегда нужна военному. И для военного человека это, конечно, тоже очень важно. А еще я знаю, что у вас есть традиции летнего отдыха. То есть про это расскажите. У вас есть даже свой необитаемый, который на время становится обитаемым, остров, да? Да, конечно, у нас есть необитаемый остров, который в этом году отдохнули 507 кадетов. Ох, так много! Да. И с ними занимались курсанты Двуку и офицеры главного управления МЧС. Это палаточный городок. Палаточный лагерь, да. Палаточный лагерь. То есть ребята без особых условий таких, да? Да. Как они там? Тяжело? Мамам там еще? Нет. Когда у нас заканчиваются чипсы и... Кола. Пепси-кола. Когда садятся телефоны, дети начинают кушать здоровую пищу. Возвращаться к нормальной жизни, да? Да, да. И забывать о телефонах. И заниматься, повышать свой уровень. То, чему они научились в течение года, они здесь повышают свой уровень. Военно-спортивной работой занимаются, оборонно-спортивной работой. Они здесь также огневая подготовка, инженерная, тактическая, пожарное дело, аварийно-спасательная подготовка. Сдают зачет и с удовольствием отдыхают вечерами. Ну и получают удостоверение. Также мальчики и девочки вместе костреют и разборются. Все мальчики и девочки вместе. То, чего мы не сделали в течение года, не сдружили их, мы их сдружим на острове. Ну и преподавателям, наверное, тоже интересно, потому что они в неформальной обстановке. Обязательно. Да, узнают детей немножечко получше с другой стороны. Елена Игоревна, как свидетельствует история? Из кадет всегда получались высокообразованные и благородные люди. И вы своей работой доказываете, что история повторяется. Поэтому я благодарю вас за разговор. Желаю вам новых свершений. Спасибо. В эфире был свой диалог с директором лицея номер 6 Еленой Евглевской. Этот и другие выпуски программы можете посмотреть на портале ism24.ru. А я, Елена Красновская, приезжаю с вами. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова